Всем здесь бы речь, всем здорова. Ну вот, наступила зима. Сейчас дайте сидушечку поближе еще подвину, для коротких ножек, чтобы было удобнее. Подниму спинку и отлично поеду. Вот, хочу рассказать про свою подготовку. Видите, выезжают с мойки. Автомойка Парус, кто знает. Ну, Выжаскин, наверное, многие ее знают. Тут она находится на Карла Марксе, ее прямо видно издалека. Вот. Я все время здесь мою тачку. 300 рублей стоит помыть Ларгус. Вот сейчас... Ну, вообще, говорю, хочу рассказать о своей подготовке к зиме. Автомобиле, как я готовлю автомобиль. То есть, я... Первым делом... Я дождался вот первой недели, когда все, наступил холод. Сегодня даже выпал снег. Пусти меня, пусти. О, спасибо. Ну вот, сегодня даже выпал снег. Первый день. И вчера я поменял колеса. Я заблаговременно приобрел еще по одному колесу. Покупал. Ну, точнее, по два. Один раз купил два колеса сразу. И другой раз купил сразу два колеса. Континенталь. Айс Контакт 3. Вроде как считаются сейчас чуть ли не самые лучшие легковые зимние колеса. Самые дорогие, самые навороченные. По всем тестам там авторевью, по-моему, проводила тесты. Еще какие-то тесты были. В общем, самое лучшее и сцепление с дорогой. И торможение, и ускорение. В общем, ну, может быть, там где-то на втором, на третьем месте. Но в целом, получается, на первом месте вот по всем характеристикам эта резина. Вот. Сразу что хочу сказать по поводу стоит ли покупать колеса заранее летом, зимние, по сравнению с зимой. Ну, типа, в сезон. Я покупал, получается, их как бы в рассрочку. То есть я покупал по два колеса. Так, чтобы это прямо сильно не ударило по моему бюджету. Вот. Сразу же их балансировал. Сразу же их, ну, одевал на диски. Вот. Насколько это выгодно. Так, прическа у меня веселенькая. Как корова прилизала. Вот. По поводу выгодности. Блин, сейчас с этой прической наплевать, короче, на нее. Вот. По поводу выгодности. Цена не поменялась. То есть вот я сегодня буквально просто проверить. Заходил на сайт много колес. Я покупал колеса. Первое колесо, по-моему. Или первые два колеса. Я купил где-то в интернет-магазине. А потом они стали появляться. Эта резина новая. Она только вышла буквально в этом году. Поэтому ее нигде не было здесь в наличии. А уже в августе она была везде в наличии. Я купил много колес. Два колеса еще. Вот. За 4,250. Примерно вот так вот там. Плюс-минус 10 рублей. Сегодня заходил я на сайт много колес. 4,260, по-моему. Не хочу обманывать. Но вот где-то так. То есть цена кардинально вообще не поменялась. Поэтому смысла какого-то покупать колеса заранее, чтобы сэкономить, нет. Только чтобы взять в рассрочку и потом не стоять в очередях. Чтобы все было в наличии. Вот. Что я сделал? Ну, единственное, конечно, я не стоял в очередях. Когда вдруг вот сейчас неожиданно настали холода. Колеса у меня уже лежали подготовленные. На балкончике отбалансировано все. Я спокойненько на обеде вынес. Минут за 40 переставил все 4 колеса сам с ключом. Очень рад, что я сделал это сам. И рекомендую всем это делать. Конечно, там сэкономило совсем немного денег. По времени, скорее всего, вышло бы так же. Потому что я бы стоял в очереди. Я бы ждал. Сам процесс-то был бы быстрый. Потому что у них и насосы пневматические очень быстро работают. И как бы инструмент есть, гайковерты. Все вот эти, блин, трамвай меня сейчас задавит. Спасибо большое, что пропускаете меня. Но с учетом ожидания, с учетом дороги до этого места, еще и очереди сейчас огромные. В общем, я только в плюсе, я думаю, по времени. То есть 40 минут это довольно быстро. Чик-чик все сделал. Зато я затянул как надо. Я затянул от руки своим ключом. Причем он у меня раздвижной. Получается селископический. И я затянул его, сдвинул специально, чтобы усилий было поменьше. Потому что по-любому колеса еще посильнее притрутся. Винты закрутятся во время эксплуатации. И, соответственно, лучше, чтобы я мог их потом открутить, когда раздвину телескопический ключ. Еле-еле я скрутил летние. Потому что мне их делали уже на монтаже. Хоть я и говорил, чуваки, закрутите мне нормально, чтобы я смог их открутить на трассе. Пару винтов я буквально висел на них, прыгал на них. С учетом у меня телескопического раздвижного ключа. Был бы у меня обычный ключ, я помните, показывал вам. Он просто загнулся и сломался. Штатный Ларгусовский ключ. Поэтому очень круто, что я купил себе один раз хороший телескопический ключ. Но это огромное усилие, когда я еще вешу на нем, прямо всем весом прыгаю и не могу все равно открутить. Я рассказывал, видео снимал про тот Глазовский шиномонтаж. Поэтому не рекомендую туда никому ездить. И, соответственно, неудивительно. Несмотря на то, что я стоял на душе и говорил, ребята, не затягивайте мне слишком сильно. Что еще сделал? Одеяло вынес. Автомобильное автоодеялко. Еще на Ласточке я его купил в последний год владения Ласточкой. И уже вторую зиму я его принес. Дайте я вырублю тачку. И могу сказать, что очень круто, что я это сделал еще вчера. Потому что вчера стоял ясный сухой морозный день. Не было ни снега, ни дождя, ничего такого. Но уже было сухо. Потому что пару-тройку дней назад были еще дожди. Вот такая вот слякоть беспонтовая. А тут как раз была сухая классная погода. И я нормально смог поменять все быстро. И сегодня выпал снег. И все, я уже по снегу, по льду езжу на новых колесах. Езжу медленно. В основном я специально еще для этого сделал, чтобы были не выходные. Чтобы мало ли не поехать к родителям. Еще куда-то, чтобы по трассе не ехать 90. Уже должна быть обкаточка. По-моему, там 500 что ли километров. Или 900 ли даже километров. Но я 900 на всякий случай отъезжу. Обкатаю резину. Но пока мне очень нравится. Пока очень нравится. Конечно же, по трассе ясно уже становится действительно, насколько хороша резина. И сейчас-то, по сути, наверное, даже на лете я бы катался более-менее. Несмотря на то, что лед и снег на улице. Но на шипах прямо вообще отлично. Отлично. По-моему, сцепление даже лучше, чем на летней резине летом. Хотя, по шумности, конечно, шумнее. Несмотря на то, что все говорят. Ну, пишут, что Continental, Ice Contact, типа, очень крутые. В плане шума. Да, вот. Разговаривать можно во время движения. Соответственно, уже шум нормальный. Я не знаю, какие там придирки. Тут что-то пошумнее. Уши, может быть, у кого-то просто болят. Поэтому они настолько сильно уделяют этому внимания. Я ни разу не помню, чтобы я прямо ехал. И, знаете, меня напрягал шум. Ну, сначала, ну да, гул какой-то бывает. Гул, ну, шуршание шипов. Но прямо, чтобы ты ехал и, ну, у тебя уши закладывал. Это нифига такого никогда у меня не было. Я думаю, что это не та характеристика, по которой нужно оценивать шины. Если они имеют нормальное сцепление, ты хорошо едешь, вылазишь из таких ям снежных, да, когда просто в снегу застревает машина. Или по льду нормально машина рулится и управляется. То, в принципе, вот они, главные характеристики. Чтобы быстрый разгон, уверенное управление, быстрая остановка. Ну, вроде как, по этим характеристикам. Этих шины самые лучшие. Соответственно, я хочу сделать обзор. Вот. И помыл машину. То есть, тоже я стараюсь в первый день зимы, когда погода уже морозная, когда уже нет слякоти, нет дождя, нет грязи на улице. Но, конечно, все равно я знаю, что все это растает, опять будет грязно. Потому что зимой всегда грязно. Но, по крайней мере, первое время я машину полностью помыл. Ковры помыл. Двери все. Еще внутри, я думаю, хотел пропылесосить, но мне сказали, что пропылесосит полностью, по-моему, 240 рублей. И я понимаю, что я по-любому буду перепылесошивать. То есть, они пропылесосят все, а я еще потом возьму пылесос и буду там проходиться в каких-то труднодоступных местах, там еще где-то. Ну, по-любому, так тщательно не пропылесосят люди, наемные работники, да, за 240 рублей, как это сделаю я. Поэтому я подумал, блин, ну, туда уж я всю машину пропылесошу сам, мощным нормальным пылесосом. Вот, это обязательно нужно сделать тоже перед зимой. Поэтому я не стал брать. Но взял мойку колес. То есть, я привез специально колеса летние, снял, вот они там лежат в багажнике, чтобы их помыли, чтобы они и по весне нормально балансировались, без грязи, да. И чтобы, ну, и хранить было удобно. Ну, и многие моменты, может быть, вообще продам вместе с дисками, там, и диски нормальные, и резина, считай, новая. Вот, может быть, продам, так продавать все равно лучше, чтобы были мытые нормальные колеса. Вот. И, блин, в этой автомойке пару с машину помыть стоит 310 рублей, с коврами, с сушкой, с пеной, ну, со всем, да. А колесо стоит помыть 60 рублей. Якобы стоит 80, но мне вроде сделали скидку, что народу нет. Потому что, действительно, я видел там выходные, там были прямо огромные очереди, я поэтому думаю, да нафига туда ехать, когда огромная очередь. Лучше вот сейчас первый раз подморозит, и я поеду. А выходные еще были дожди, там, ну, было беспонтово. Я уверен, что все те люди, которые выходные мылись в очередях, они сейчас уже все грязные. Ну, скорее всего, там были в основном, конечно, не только на мойку, а больше на замену колес. Ну, вот, такие мои первые впечатления, размышления, да, по поводу того, что я поставил новые колеса себе. Очень я ждал этого момента, когда, наконец, на новых крутых колесах я поезжу зимой, оценю ларгусеночка. Пока давление накачал двойку, ну, как на самом деле, не я накачал, а в хранении оно было двойка. То есть, когда вот я балансировал, накачивал, я говорил 2,4, но в основном все равно качали до двух. Вот, соответственно, я подумал, сейчас немножечко они обкатаются, шипы, так сказать, закрепятся на своих местах, и я уже докачаю до 2,4 перед, 2,6 зад. Пока на двойке поезжу, двойка нормальное такое давление, чуть-чуть поездить, чтобы шипы просто прикатались, чтобы... Ну, тут тоже простая физика, чем больше колесо накачано, тем лучше из него вылетают шипы. Вот, поэтому пока новые колеса я поезжу на двоечке, чуть-чуть, по городу, чисто по городу, на маленькой скорости. По трассе куда-то поеду, конечно, накачаю. Вот, что-то еще хотел я вам такое сказать. А, вот, опять же, будет мне уроком, я не спросил, сколько стоит мойка колес. То есть, я приехал, сказал, вот, мне стандартно всю машину помыть и колеса. Что всю машину помыть, я знал, что стоит 300 рублей, там, видимо, подоржал на десяточку, 310. Вот. А по поводу колес я по глупости своей не спросил. Я наивно надеялся, что, может быть, это включат в общую мойку. Типа, ну, что там, уж колеса-то вроде немного, да. Или, возможно, это стоит, ну, дешево, как бы, что мне это потом... Соответственно, достал колеса, все, сказал, чтобы их тоже помыли. И вот мне выкатили такую сумму, что стоит одно колесо помыть 80 рублей со скидкой 60. То есть, 240 рублей встало мне помыть 4 колеса, когда они уже все отданы в мойку. А машину 310. То есть, ну, практически, ну, неспоставимо, по-моему. Но объяснили это тем, что, вроде как, когда моешь колеса, очень много воды на тебя брызжет. Типа, из-за этого, вроде как, сложность задачи, да, что колеса нужно ворочать, там, еще, короче. Ну, вроде как, по каким-то причинам, мойка колес неудобное занятие. И поэтому, даже когда много народу, их вообще либо не моют, либо они вот так вот дорого стоят, чтобы, как бы, остепенить людей, чтобы все подряд их не мыли, чтобы на потоке, когда стоит. А сейчас, вроде, народу нет, поэтому мне сделали скидку. Вот. Ну, все равно, такое это себе. Я решил, что в этой мойке, по крайней мере, я колеса больше мыть не буду. Я буду мыть всю тачку, так же продолжать. А колеса уже, либо я там... Они были, в принципе, чистые, я поэтому в сухую погоду и менял. Просто пыльные. Вот. Соответственно, я, может быть, либо не буду их мыть, буду стараться в сухую погоду менять. Либо, может быть, своим вот этим вот опрыскивателем буду чисто проходиться, сбивать с них пыль, там, основную какую-то грязь и в таком виде, в принципе, и оставлять. Вот. Ладно. Да, я думаю, не особо такой интересный видос про колеса, про мойку, про всякую фигню. Наступила зима. Прикольно. Сейчас вечером будет уже посветлее, да, как-то. Ну, все равно первый снег, он всегда создает такое классное настроение. Давайте всем пока. Пишите ваши комментарии, как вы подготовились к зиме. Конечно же, для подготовки к зиме не закончено. Сейчас мне необходимо поменять масло, мне необходимо поменять свечи. Я обязательно, что еще я хотел, по-моему, даже колодки у меня есть. Фильтры обязательно поменяю. И изнутри протру стекло газетами, вот это лобовое, вот эти вот все, побрызгаю вот этой фигней для чистки стекол и протру газетой насухо, потому что это давний способ мятой газетой протирать насухо стекло, тогда оно максимально чистое становится. Вот. Ну, в принципе, все. На этом подготовка-то и закончится. Да, все поменять, свечи поменять. Ну, это на 95 тысячах километрах я сделаю. Сейчас у меня 93. Полторы тысячи, я думаю, еще отъезжу. Сейчас еще пока не сильно холодно такое, такое время переходящее. В ноябре, я думаю, уже точно все поменяю свечи и все эти моменты сделаю. Ладно, давайте всем пока. Пишите комментарии, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...